В этом году закончим? Да, конечно. В Новочеркасске между улицами Трамвайной и машиностроителей возводят мост через железную дорогу. Одновременно делаются подъездные пути. После завершения строительства к концу октября и введения путепровода в эксплуатацию, отслуживший свое старый мост разберут, а транспорт пустят по новой двухуровневой развязке. Это будет своего рода путь в будущее. Безусловно, он будет работать на перспективу, когда запустится в полную силу Новочеркасский индустриальный парк. Он поможет разгрузить транспортную нагрузку. В Новочеркасском политехе сегодня губернатору показали созданный впервые автоматизированный выкладочный комплекс для изготовления элементов крыла новейшего самолета МС-21. Применение прочных и легких материалов позволяет достичь уникальных аэродинамических характеристик. А фирма Пластик Энтерпрайз занимается производством систем автоматизации робототехнических комплексов, которые нужны там, где опасно работать человеку. С учетом того, что у нас используется высокотехнологичное ЧРП-оборудование на насосных агрегатах, которое именно связано с операторами и диспетчерским пунктом, мы пользуемся этими новыми технологиями для того, чтобы было более удобно, они безопасны. То есть со стороны нет вмешательства в то, чтобы противодействовать, остановить насосы и подачу воды в город. То, что Новочеркасск, город инженерной мысли, доказывает Центр тренажеростроения. Здесь можно почувствовать себя в невесомости, увидеть, как космонавты отрабатывают свои действия на поверхности станции в открытом космосе. Идут разработки и для новой отечественной космической станции. Во время этой поездки видно то, что особенно актуально, говорит Василий Голубев. Это вопросы выполнения программы импортозамещения. И везде убедились, что наши компании не стоят на месте. И самое главное, что в этом участвуют не только предприятия из Новочеркасска, но и из других городов области. Через различные фонды поддержки сегодня работаем с этими компаниями. И все они или получили, или претендуют на получение дополнительных грантов региональных, возможно, грантов федеральных. Сегодня это нужно, востребованы технологические суверенитеты, иначе не обеспечить. Это задача, которую поставлен президентом страны. В Центре воспитания и досуга эстетика в 2020-м был открыт «Патриот». Это центр военно-патриотического воспитания с тиром, полосой препятствий и уличными тренажерами. Средства на это выделены из огласного бюджета. А с сентября прошлого года здесь начал работу и Центр «Авангард». Я научилась разбирать автомат, одевать ОЗК. Мы также стреляем из автомата. В этом центре занимаются и учатся более двух тысяч детей. И, собственно говоря, это очень важный момент, то, чем мы сейчас занимаемся, в целом, патриотическим воспитанием наших деток. Этот центр – один из самых результативных по работе с детьми, говорит Василий Голубев. Совсем скоро здесь появятся новые элементы для занятий. Соответствующее поручение он сделал. Галина Белоусова, Роман Корх, Первый Ростовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова